В Кызыле прошла конференция на тему создания высокопроизводительных рабочих мест. Стратегия роста для России. Аналогичные конференции пройдут до конца октября более чем в 70 регионах страны. Главной задачей мероприятия является организация общественной дискуссии в рамках ответа на вопрос о том, как простимулировать процесс создания рабочих мест на федеральном уровне и в частности в Туве. Также это хорошая возможность для представителей органов государственной власти и бизнес-сообщества обменяться информацией и выработать оптимальное решение по вопросам повышения эффективности занятости населения. В рамках конференции затронули и такие вопросы, как отрасли-лидеры по числу рабочих мест в республике. В Туве по числу высокопроизводительных рабочих мест с большим преимуществом лидирует добыча полезных ископаемых. Далее следует производство распределения электроэнергии, газа и воды. Металлургическое производство и образование. Компания в 2010 году получила право пользования на разработку межракийского обмена месторождения. И, соответственно, подразумевалось создание самого современного предприятия в составе Евросхолдинга, самого высокоэффективного и безопасного. Накануне в Министерстве культуры республики были вручены сертификаты о получении субсидий на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам работникам культуры. На этот раз форму поддержки оказали 12 работникам государственных учреждений культуры Тувы. Счастливчиками стали работники Республиканской школы-интерната имени Ростислава Кендебиля, Тувинской государственной филармонии имени Халилова, Республиканского центра народного творчества и досуга, Козырского колледжа искусств, Национальной библиотеки имени Пушкина, Национального музыкально-драматического театра, Тувинского государственного театра «Кукол», Тувинского национального ансамбля песни и танца «Саяны». Порядок предоставления субсидий на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам работникам государственных учреждений культуры определен постановлением правительства Тувы. Размер субсидии составляет 5% от основного долга, указанного в договоре об ипотеке, но он не должен превышать 150 тысяч рублей. 1 ноября в Туве закрывается навигация для маломерных судов в целях охраны жизни людей на водных объектах с учетом особенностей местных и климатических условий и в соответствии с распоряжением правительства республики Главное управление МЧС Тувы с 1 ноября текущего года закрывает навигацию для маломерных судов. В настоящее время сотрудниками Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по республике Тува продолжается патрулирование водных объектов с целью предупреждения происшествий на воде. Ведутся профилактические беседы с населением о безопасности при нахождении у водных объектов. В рамках проекта «Единой России» «России важен каждый ребенок» в 74 регионах Федерации состоится акция «Правовая помощь детям». В рамках данной акции студенты педагогических и юридических факультетов посетят детские дома, центры помощи детям и приемным семьям и проведут тематические встречи, на которых расскажут детям об их правах и ответственности. Посоветуют, как реализовать эти знания в жизни. Проект «России важен каждый ребенок» направлен на сокращение масштабов сиротства в стране. В рамках проекта уже оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми.